Бамблбизи продолжает дарить стиль убивать биты, выпуская уже третий релиз за этот год, Васаби 3. Предыдущие его работы, в том числе и Васаби 2, удивляли рэп-сообщество своим разнообразием, как в плане затрагиваемых в треке темы и методов их раскрытия, так и в плане музыкальном, от разных стилей читки до звучания в целом. Что же Шмель подготовил слушателям на этот раз? Все уперлись в рога моих принципов. Будь собой, выцвело все вокруг, это не фит с тобой, ссори, друг, это мой дрип среди ссоры, ругань и ставок и результатов, спама, известных фактов от скама, сиди на патте, где все сразу лезут в братья, и все давно без ума тот от самих себя, и выходя представляю всегда, что в зале семья. Казалось бы, ответ весьма прост и уже дан в начале рецензии. Никто не будет спорить, что биты в этом альбоме погибли мучительной смертью, и что каждый трек способен раскачать любого слушателя, даже не приспособленного к такой музыке. Умение раскачать и убить бит – те две главные составляющие, на которых держится творчество Бамбл Биди. Это, грубо говоря, хип-хоп западного образца. Да, исполнитель рассказывает о том, как он крут в жизни и на бите, о своих дон-жуанских похождениях, по постелям различных дамочек, о том, как некие другие люди, включая его коллег по цеху, всего этого не могут и так далее. Бэйли, мини-бары, мы везде не ели. Я в этом деле великан, я в себе уверен. В этом деле дилетант, вы везде ели-еле. Я не помню нифига, какой хоть день недели. Я перепутал это выход на сцену, походу назад не вариант. Со мной на бэке было много свободных подруг и пиздатых ребят. Я вылез будто по лайнапу, я должен убить это прямо сейчас. Ты можешь меня ненавидеть, но будешь любить это прямо сейчас. Я пускаюсь в пляс. Не стоит утруждать себя поиском каких-то подземных смыслов, чего-то скрытого между строк, какой-либо общей метафоричности и так далее. Основная задача битии — покорить непосредственно музыкальные вершины с помощью своего фастфлоу, с помощью бешеной техники и игр с битом. Однако тут мы сталкиваемся с тем фактом, что это лишь его основная задача. О том же альбоме «Васаби 2» Шмель говорил, что целью также было показать действительность, максимально ярко и мерзко. То есть главным элементом творчества была именно передача окружающей среды посредством музыки и высмеивания этой самой среды. Так увыбит мой сенсу, минус по долги не еда феник, кто там парень, как меня забыть, никак забей меня как Энсу. Правда это не мой номер? Что это за цифра, я сам не уверен. Ты на автомате тянешь за ремень, окей, возьми меня в обе ладони, это лотерея. И все мы получили по напарнику, на крайний случай можно поменяться. Ты говоришь мне, что кажется влюбилась, я смеюсь и говорю, что уже можно одеваться. Конечно, элементы этого высмеивания все еще присутствуют, ведь от такой святой цели даже намеренно отказаться весьма непросто. Она будет преследовать в творчестве Италии, случайно вползая в строчки. Но все-таки «Васаби 3» в этом плане куда более однообразен, ведь в центре альбома не окружающая действительность, а сам исполнитель. Напиши себе на деле мой никнейм, ведь я вывез, то на что таки не вывезли, а ходят за МС. Я могу показать тебе, как уверена, а длинный лин и музыка находятся вблизи. Стоп, стоп, стоп. Треки все еще невероятно качают. Техничность исполнителя и разнообразие непосредственно самих методов исполнения дают фору 99% русского рэпа. Но вот только хватит ли этого аудитории Бамбл Биззи, которой уже самим же артистам был показан еще более высокий уровень? Судя по некоторым весьма популярным в паблике артиста комментариям, этого и вправду уже недостаточно. Ладно, это все завтра, кажется, пара минуты, влюблюсь в ее голова. Со мной на коннекте, но никаких рук она мутит блютус. Я любуюсь мозгами, чувствую, что ее мозг очень занят. Снова смеюсь, переполненный рот, растерянный взгляд, она выглядит так сладо... Топ-3 треков составить не так уж и просто, но мы попытались. Тогда как третье и второе места занимают, соответственно, All Black и Kendrick, первое место мы отдаем композиции с названием Digest. Вот это, несомненно, самый оригинальный и самый сильный хитовый трек с альбома «Васаби 3». Что заливают со мной в сад-сети селфи, Потом они желают нам упасть вниз, Но я потом бы забрал у каждой клевер-слока типа Сайлтикс. Убей их! Я могу либо работать, убивай, но выбить, либо доебанного талого тусить. Это не было, нет, это не будет для меня дело выбора, Ведь у меня как минимум тут мало видно силы, че в запасе. Я вижу, ты перепутал флоу с этим модным калом, окей. Перемотаю, еще раз поднимай челюсть, удались секвенсорами порты карбу. А на этом сегодня все. Подписывайтесь на наш канал и не забывайте про социальные сети. Делитесь этим видео с друзьями, чтобы они тоже были в курсе всех новостей про русский рэп. А на этом мы прощаемся до следующего выпуска. С вами был Игорь Еремин. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok